Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это свежий выпуск новостей из мира Isle of Rima. На носу новый патч, который принесет нам в игру много возможностей. О каких? Давайте разберем и я вам о них расскажу. Итак, первое. Новый игровой динозавр Пахицеллофазавр. Второе. Переломы. Не просто переломы ног, как мы привыкли видеть их в Легасе, а будет три целых вида переломов ваших динозавров. В-третьих. Диеты динозавров. Новые разновидности видов пищи от растений до фруктов и не только. Четвертое. Изменения самой карты. Начнем, пожалуй, с первого. Пахич. Насколько мы знаем, этот динозавр с броней на голове, не сильный в своем роде в игре, имеет очень маленький процент выживания, силен лишь в стадии и то против какой-нибудь герерки. Также он имеет небольшую скорость передвижения и, в принципе, от той же Дилки или Зухамима вам просто не уйти. А там еще и серьезный урон от Блида. В общем, мама миа. И даже его броня на голове, как казалось бы, должна нанести серьезный урон противнику, не дает ему привилегий. Но все не так печально, возможно. Рассмотрим. Новая механика переломов. Вот тут, в принципе, у Пахича, возможно, появляются преимущества. С чем это связано? С его достаточно сильным панцирем на голове и новой механикой. При ударе даже по Ютораптору у противника будет появляться перелом или даже сотрясение мозга, что даст вам шанс на выживание, и вы сможете убежать без проблем от напавшего на вас хищника. Раз уж речь зашла о переломах, как раз-таки три вида переломов. Перелом ног. Сотрясение мозга. Перелом тела. Ну, о переломах ног, я думаю, многое не стоит говорить. Тут все понятно. Падение с высоты. Соскок с неровной поверхности. Но что нового сюда мы включим? Это удары от напавшего на вас хищника. И в какую часть тела будет совершен удар. А вот новое. Перелом тела и так называемый перелом головы. Сотрясение мозга. Интересное. Если вам будет нанесен перелом тела, то ваш динозавр будет тратить большое количество хп, если вы в этот момент с кем-то сражаетесь. И так же, но медленнее, хп будет падать вроде как при передвижении динуса. Сотрясение мозга. Тут станет намного сложнее. Если вам будет нанесен урон головы, то зрение вашего динозавра упадет в разы. Экран станет размытым, и будут небольшие покачивания из стороны в сторону. Так что с внесением данной механики в лице пахицелфазавра, мы с вами скорее всего увидим серьезного, сильного травоядного животного, который потребует уважения и личного пространства. Удар головой пахицелфазавра будет иметь две вариации. Скорее всего, это вариация разбега пахича и сбивания небольшого противника с ног. Да не просто сбивания, а такого, что второй получает хороший урон при падении и плюс получает перелом. Новые разновидности пищи. Система диет. Вот о чем хотелось бы поговорить побольше. Новая механика диет окажет сильное влияние на геймплей. Пищу, которую мы будем есть, будет не только различаться по степени насыщения, но и по действию. Как хорошему, так и плохому. Рост до максимального размера потребует того, чтобы ваш вид питался только определенными типами пищи, для чего, к сожалению, необходимо будет преодолевать большие расстояния в поисках еды. Система диет усложнит игру и сделает более проблематичным сбор в огромные группы. Держаться в огромной стае или стаде вам никто не запретит. Но мегапаки станут не жизнеспособными в игре. Механика диет потребует от каждого вида животного поиска предпочтительного типа пищи. Если вы захотите остаться сильными и здоровыми, а это означает, что за еду придется соревноваться, поскольку на всех членов большой группы еды не будет хватать. Поэтому просто убить в группе союзника, чтобы потом его съесть и насытиться у вас уже не удастся. Также это означает, что разные виды предпочтут скапливаться в определенных областях карты, поэтому группа, которая просто держится вместе в одной области, будет становиться слабее и слабее. Но есть и определенный плюс. Даже если вы не сможете придерживаться диет, вы все равно сможете выздороветь, вырасти, правильно питаясь. И вас это не убьет. Новый искусственный интеллект. Крабы, черепахи, козы. Достаточно интересно и в то же время непонятно. Но скажу сразу, что добавление данных биомов в игре вроде как будет временно. Всем этим питательным миром можно будет питаться. И это нам даст хороший плюс к выживанию на хищниках. Так как сейчас во время тяжело найти себе пропитание, играя за хищника в соло. Особенно если вы только зашли пораститься на джуве. Найти и съесть бота в роли козы будет питательным. Тем более данные виды ботов будут раскиданы в определенных областях карты. И так же ко всему они будут спавниться рядом с вашим голодным динозавром. Но в первую очередь добавление данных ботов в игру, они будут работать как наполнение мира, его оживление. И кстати скажу больше, что запахи в игре будут не частицами. Что в теории скажется теперь на оптимизации игры. Так что больше просадок фпс может больше не увидим. Тем более при сборе огромной стаи или стада вам придется отбиваться, исследовать диете. Здесь также ваш фпс возрастет ненамного. О чем еще хотелось бы поговорить? О том, что я сказал в самом начале видео, расширение карты. Да, мы не ошиблись. Это также означает добавление в игру фракции людей. Разработчик четко сказал. Скорее всего пятый патч. В своих прошлых видео я неоднократно говорил, что люди во время будут. Открылось множество споров, надо, не надо, за, против. Но это неизбежно. На стримах разработчик уже показал нам тесты игровых персонажей фракции наемников. Когда-то мы испытали все это в далеком прошлом в Легасе. Все это было сырым. Человек убивал фулрекса с трех выстрелов с лука. Здесь же все будет намного сложнее. Перед заливом данного патча он пройдет огромный тест. Чтобы это опять не превратилось в шлак. Да и для игроков, не желающих видеть людей в игре, некоторые сервера будут отключать эту возможность. Я уже повторялся в других выпусках. Что касается самих наемников, они станут первыми людьми на острове. Они не будут обладать преимуществом передовых технологий. Они не будут иметь лучше ночное зрение. Быть человеком в этом мире будет чрезвычайно сложно. Хотя огнестрельное оружие будет наносить животным значительный урон. В ближнем бою с динозаврами вы сможете сразу похоронить себя. Игра станет жестокой. И больше говоря, выживание за человека будет основано на луте. Наемникам придется находить различные строения, разбросанные по карте, и восстанавливать их до рабочего состояния. Конечно, до конца пока непонятно, как это все будет работать. В общем, друзья, предлагаю вам всем писать в комментариях ваши мысли и доводы по поводу всего этого. Я не стал в данных новостях рассуждать, что это хорошо или плохо. Решать вам каждому, сколько игроков, столько мнений. От себя лишь скажу одно, что Эврима не стоит на месте. И в будущем, как бы вам не хотелось, она станет хорошим хоррором на выживание. И полноценно заменит Легаси. Если что-то где-то я недорассказал или упустил мысль, пишите в комментариях. Самое основное до вас, я надеюсь, донес. Ну, а если тебе понравилось данное видео, ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик. До новых встреч. Всем хорошего выживания. Пока.